Друзья, тема игры вера. Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайная всегда становится явным. Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Павел Иванович. Подождите, женщина, какой Павел Иванович? Вы ошиблись. Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 29,19? Да. Ну, значит, никакой ошибки нет, Павел Иванович. А вы кто? Я? Я своя. Как это своя? Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Павел Иванович, я сегодня не могу, я со своей на базар иду. А я просто... Присядем, Павел Иванович. Что ж ты, Павел Иванович, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Павел Иванович, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж, Коленька, видный мужичок, да? А то сейчас этих шалаф прям пруд-прудит. Ну, тебе ли не знать, Павел Иванович? Я что, пришла? Коленька сейчас на больничном, а потом вовсе увольняется. А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу? Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа. А это так! Что еще? Да, дорогая? Ну, просто на районе свободных мусорок не было. Я хожу, ищу, ищу, да? Че ты с ней сюсюкаешься, а? Настоящий байкер должен вот так с женщиной разговаривать. Да! Короче, когда я домой приеду, чтоб борщ на столе стоял. Со сметаной! Я сказал, борщ! И ложка, чтобы рядом лежала, чтобы я за ней не бегал. Поняла? Да, жестковат ты, конечно, с бабушкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Да она по-другому не слышит, просто. Парни! Парни! Ну, раз уж восстановились, может, поедим? Я курочку взял. Яички! Костя, какие яички! Мы байкеры. Яйца! Поехали! Сказка вторая. Молодой человек решил сделать девушке грандиозное предложение. Пригласил ее друзей, родственников, но совершил чудовищную ошибку. Забыл про женское настроение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В смысле не хочешь в ресторан? Ну вот не хочу, такое настроение. Какое такое? Просто я весь день ждала чего-то особенного. Так пошли в ресторан! Какой ресторан? Сегодня 14 февраля. Там, наверное, не то, что здесь стать негде. Нормальные люди заранее готовятся. Ты такой же эгоист, как мой отец. Зашибись, я из Пензы приехал. Таня, остановись! Остановись, да? Да я просто не хочу, чтобы у нас было так же, как у Марины с Димой. Ей от него только деньги нужны. Ладно, видимо, по-другому не получится. Таня, я это делаю только потому, что я тебя люблю. Дурак! Быстро поставь меня на место! Поставил меня на... Сюрприз! В такие моменты понимаешь, что все не зря. Потому что сейчас она произнесет слова, которые мечтает услышать каждый мужчина. Прости меня, я такая дура. Я согласен. Продолжим. Каждый год мы приезжаем в Юрмалу, потому что Юрмала это семейный курорт. А ведь только на семейном курорте можно оценить прелести холостяцкой жизни. Итак, представьте стандартный любовный треугольник. Муж. Любовница. И жена. Ну что ж, уважаемая жена, дорогая любовница, так больше продолжаться не может. В стране кризис, обеих я вас не потяну. Что? Ах ты сволочь! Ну я думаю, все понимают, что в этом виноват не я, а безответственная и непродуманная политика предыдущей администрации США. Так что сейчас мы вместе определимся, кто останется со мной. Сам я это решить не могу, потому что тебя я люблю как женщину, а тебя уважаю как друга. Друзей на бабу променял. Неважно. Сейчас мы прием некий психологический тест на совместимость. Итак, поехали. Первый вопрос. Мое любимое блюдо. Борщ. Спагетти. Правильно, спагетти. Один ноль. Подожди, как спагетти? Я тебе всю жизнь борщ готовила. Точно. Два ноль. Следующий вопрос. Мои недостатки. Ты храпишь по ночам. У тебя нет недостатков. Опыт отыгрывает одну очко. Что я люблю больше всего на свете? Меня. Пиво, гараж, футбол и... Да, ее. Ответ более развернут. Два-два. Я не понимаю. Как ты можешь во мне сомневаться? У меня же нет ни одного недостатка. Что? Да ты вообще не ценишь моих подарков. Видите ли, не понадобятся эти шикарные красные бусы, которые я привез ей из Юрмала. Кстати, три-два. Следующий вопрос. Внимание. Сколько мужчин у вас было до меня? Четыре. Понятно. Не одного. Три-три. А что, так можно было? И, наконец, следующий вопрос. Какого цвета стринги я люблю носить? Что? Да, деточка. Да. Да. Ну, получается, ты выиграла? Мама, я выиграла. А, как я мог забыть? Мама. Ничья. Так. Мне все это надоело. Думаю, я знаю, что надо сделать, что ты окончательно определился. О, да тут пять-четыре. Да тут явный лидер у нас. Ах так! Тихо, тихо, мать, мать, тихо, тихо, мать, тихо, 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 тихо. Ума! Эй! Шла бы ты отсюда, деточка! Есть такие предприятия, где женщины работают в несколько раз больше, чем мужчин. И на 8 марта мужикам ничего не остается, как делать творческие подарки. Но иногда в процессе репетиции выясняется, что проще было скинуться на цветы. Ну что ж, всем здравствуйте. Я ваш хореограф. Делать мы будем примерно следующее. Ага, попроще, да? Стой, стой, стой. Ты, наверное, не понял. Эти женщины нам никто. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну хорошо, ну давайте попробуем выучить какой-нибудь известный танец из фильма. Вот какой последний фильм вы смотрели, где главный герой танцует? Афоня. Хорошо, тогда совсем просто. Иди-ка сюда. Давай я тебе сразу весь ансамбль представлю, чтобы тебе полегче было. Серега многодетный отец. Выражаясь твоим языком, у него дома такая дискотека. Виталик охранник на проходной. Он в принципе мало двигается. АПЛОДИСМЕНТЫ Михалыч, который в очках, уже 20 лет работает водителем погрузчика. Я его на ногах вообще первый раз вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, ну если хотите, вообще танцевать не будем. Но денег я вам не верну. Чувствую себя как баба. Ненавижу тебя и прогнать не могу. АПЛОДИСМЕНТЫ Там бабы узнали, что мы сюрприз готовим. И нам на подарки по 400 рублей скидываются. Ну так по 400 это немного. Их у нас 2000 человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Господи, лучше бы как в прошлом году конфет подарили. А мы заметили, что фудкорт это место, которое притягивает странных людей. Сразу скажу, я не ищу серьёзных отношений. Мне просто нужен наследник. А вы, кстати, знаете, что ковры на стену вешают ковродемоны? Что? Вы еврей? Женщина, с вами всё в порядке? Всё великолепно. Я недавно прошла курсы лично с Новоросса. И теперь нахожусь на высшей ступени развития. Вы находитесь в KFC. Тоже любите крылышки? Так, всё, я пошёл. Герман, иди сюда, я нам столик заняла. Влюблённый лысый амбал и его девушка. Киса, ну что ты? Милый, привет. Дорогой, мы вот так долго с тобой уже встречаемся, да? Вот глянь, лавочка для влюблённых. Ну пойдём, посидим, а? Нормально. Пол парка моих знакомых тут, привет, все меня знают. Мы тут сидим, все тут... Ты пойми, никто не должен знать, что я нежный. Ну хотя бы поцелуй меня тогда. Я повторяю. Никто не должен знать, что я нежный. Одна из самых долгих экспедиций в нашей жизни — это школа. Поэтому давайте посмотрим, как парень-девушка на берегу реки встречают рассвет после выпускного. Я же говорила, не догонишь. И я не догнал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это удар по самолюбию. Ты молодец, с победой тебя. Ой, скоро ты заработаешь кучу денег, и мы их все потратим на свадьбу. Вот это цель. АПЛОДИСМЕНТЫ Сдохну, но заработаем. Ради свадьбы-то. На свадьбе я буду вся в белом. Поначалу, да. АПЛОДИСМЕНТЫ А потом я нарожаю тебе кучу детишек. Ты будешь менять им подгузники, стирать пеленки. А потом пойдешь в магазин покупать мне и малышам еду. А мы будем ждать тебя дома. Я не вернусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Какого сына мы назовем Эраст? А почему бы и нет? Всю жизнь мечтал о сыне, у которого имя и прозвище в школе будут совпадать. Эраст в честь Фандорина? Ну, естественно. Все же именно так будут думать. Мальчик, как тебя зовут? Эраст. Ммм, в честь Фандорина. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы проживем вместе много счастливых лет. Но так как мужчины живут меньше женщин... Я даже знаю почему. Так вот, когда ты умрешь, я буду каждый день приходить в эту могилку и рассказывать, как прошел мой день. СМЫСЛ УМИРАТЬ! ВОВС, ЧЕ Ж МЫ СИДИМ? ПОБЕЖАЛИ ДАЛЬШЕ В ДОЛЬ БЕРЕГА! В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ! ПОБЕЖАЛИ ДАЛЬШЕ В ДОЛЬ БЕРЕГА! ПОБЕЖАЛИ ДАЛЬШЕ В ДОЛЬ БЕРЕГА! Все, мы готовы! Корниенко, сразу хотелось бы обратиться к тебе. Мы не думали, что ты так быстро выздоровеешь, поэтому извини. ПОБЕЖАЛИ ДАЛЬ БЕРЕГА! Девочки, а сейчас Сережа Дрываль прочитает вам свою поэму. Давай, Серый. Марина наша просто супер. По-моему, даже супер-пупер. И Козлова хороша. Важна не внешность, а душа. Еще у нас есть Света квартальная. Света, в принципе, тоже нормальная. Напитки в бокалы уже разлиты. Все, ваше сердце, ваше сердце открыты. Поздравляю. С праздником. Дамы и господа. В двух предыдущих стемах нашей команде помогал Михаил Ефремов. Но сегодня праздник, и поэтому мы хотим предложить уже всем членам жюри поучаствовать в настоящей новогодней истории. Уважаемые жюри, пожалуйста, приготовьте таблички с цифрами 1 и 2. Итак, представьте, молодой человек пригласил к себе в гости девушку в канун Нового года. Она придет с минуты на минуту. Девушка моей мечты. Но чтобы у меня сегодня все получилось, мне нужна ваша помощь. Андрей Вадимович, вы профи в кулинарии. Подскажите, какую лучше приправу добавить к утке, которую я приготовил? Табличка 1. Тмин. Табличка 2. Базилик. Леонид Аркадьевич, как известно, у вас самый большой гардероб в Москве. Подскажите, какой галстук сегодня лучше надеть? Табличка 1. Зеленый. Табличка 2. Красный. Красный? Прекрасный вкус. Юлий Соломонович, скажите мне, как известный режиссер, какие лучше выбрать шторы? Табличка 1. Зеленые. Табличка 2. Фиолетовые. Фиолетовые. О, тонкий вкус. Так, Михаил Олегович, теперь вы. Все. Она пришла чуть позже. Пожелайте мне удачи. Привет, дорогая. Ты почему к телефону не подходишь? Мне пришлось через весь город ехать, чтобы сказать, что я не приеду. То есть ты не приедешь. Что за ужасный галстук? Но он же совершенно не подходит к моему платью. Нормальный галстук. Что за запах? Ты что, добавил в утку тмин и базилик? Да. Кто тебя научил так делать? Один известный дайвер. О, господи. Боже, боже мой! Да что опять не так? Какие шикарные шторы! Такое впечатление, что они висели здесь всю жизнь. Сережа, кто научил тебя так выбирать шторы? Этому меня никто никогда не учил. Вот лучше бы ты эти шторы вместо твоего галстука надел. Так, где у тебя можно руки помыть? Вон там. Ну так иди и помой. Все руки в тмин и базилике. Я пойду пока переоденусь. Ах! Вот видите, все пошло как-то не так. Надо срочно исправить ситуацию. Михаил Олегович, подскажите, какая музыка сейчас лучше всего разрядит обстановку? Табличка 1 поставим Александра Розенбаума. Табличка 2, Леди Гагу. Леди Гагу? Современный выбор. Александру, Александру, Александру. Вот видите, уже повеселей. Так, что-то еще. Точно, нужно включить телевизор. Константин Львович, кому как не вам знать, какой канал лучше всего смотреть в новогоднюю ночь? Табличка 1, 1. Табличка 2, 2. 1. Конечно, мог бы и сам догадаться. Это же так же элементарно, как не добавлять тьмины базилик в утку. Серега, здорово. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ты помнишь, что тебе скоро за квартиру платить? Да, просто у меня свидание. О, боже! Какие шикарные шторы! Так, сколько ты мне сейчас за нее платишь? 26 тысяч. А будешь 76 с такими-то шторами? Так, ну короче, просто я. О, телевизор включил. Веселуха началась. Первый канал. Чего вы все в этом первом канале находите? Вам что там, ургантом намазано? Ой. Вот я бы их руководству объяснила, как надо вести пальцы. Что с тобой сегодня происходит? Это все твои друзья на тебя так влияют. Да, и я счастлив называть их друзьями. Значит так, Сережа, выбирай. Что тебе дороже, друзья или секс? Ну, в данный момент, конечно, друзья. Ну, если есть возможность часа через два увидеться, то... Все кончено, пока! Супер! Отпраздновал Новый год. Спасибо. Извините. Букерфейзер. 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 Вот! Вот про эти шторы я тебе рассказывал. О, боже! Не зря я босиком из Архангельска шел, чтобы эти шторы увидеть. Здравствуйте. Я ваша соседка. У вас есть тмин и базилик? Конечно. Тмин и базилик. Проходите, берите. Ага. Ой, а что это у вас? Первый канал? Да. Обожаю первый канал. Вы знаете, что удивительно? Канал первый перешел в формат высокого качества HD. Да вы что? Мне нравятся абсолютно все передачи. Поле чудес, смак, большие гонки. Большие гонки не обязательно, его сегодня нет. И галстук у вас, ну, очень замечательный. Спасибо. Ну, я пойду. Подождите. А что, если мы сегодня отпразднуем этот Новый год вместе? Конечно, я согласна. Подождите. Вы так легко согласились, потому что я стою на фоне этого восьмого чуда света? Нет, конечно. Я согласилась, потому что это первое решение, которое ты принял сегодня сам. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Юрий Соломонович, табличка 1. 15 августа, табличка 2. Ладно, 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 шучу. Вот он, где журналисты? Запоминай идеи, запоминай ощущения, меняется все. Без прошлого, невозможно будущего. Итак, представьте себе, 30-е годы заседания на одной из строительных организаций Италии. Дети мои, у нас заканчивается цемент. Враги стоят в пустых тазиках. Остановите домашку! Мужики, меня только что за курицами укусила женщина. Мне кажется, я превращаюсь в женщину. Я знаю, что делать. Нужна таблетка мужика. Да, киньте ее в мохито. Дима! Я понял, что нужно. Нужно, чтобы его укусил настоящий мужчина. Пусть его укусит Нагиев. Да, пусть укусит, пусть искусает. Дима! Несите ему пила и раки. А ты мне их почисти? Я знаю, нужно, чтобы он говорил мужские вещи. Аршавин! Да! Лучший нападающий! Да! Но он женат. Отнесите меня к Сан Санычу. Хотя, если ему так надо, пусть сам подойдет. Как только вы меня держите, ведь я такой толстый. А вы, а вы такие сильные. Да, Дима! Будь мужиком, вставай! Не помогайте мне! Я сам. Давай! 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 Не могу! Белопрызгай до конца! Да! Да! Я мужик! Да! Добрый вечер! Команда КВН «Огни большого города» Москва. Сочи — это идеальное место для отдыха влюбленных. Приезжая сюда, они надеются как можно больше времени провести вдвоем. Но, как известно, мир тесен. Итак, на одном из горнолыжных спусков Красной Поляны девушка с своим молодым человеком встречает ее бывшего. Леша стоял на склоне, ловил снежинки ртом и ждал Ксюшу. Он чувствовал себя Цезарем, когда делал несколько дел одновременно. Ксюша, вернись ко мне! Я соскучился! Гена, хватит меня преследовать! Между нами давно все кончено! Гена, вообще-то Ксюша — это моя девушка! А была моя! 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 В этот момент Ксюша задумалась, что она нашла в Лёше такого, чего не было в Гене. Моя! Моя! Ксюша, я не могу без тебя. Уж лучше сразу умереть. Гена, пойми, пройдет два месяца, и эти слова тебе покажутся полным бредом. Как и все девушки, Ксюша считала себя крутым психологом. Так, ну-ка иди отсюда, дебил! Это ты, дебил! Ты, дебил! Ты, дебил! Ты, дебил! Я, Рус, зовут мою маму. Лёша помнил, что Елизавета, а Гена, что Петровна. Вместе они могли быть отличным зятем. Ребята, долго вы еще будете задерживать фуникулёр? Фуникулёр. Фуникулёр. И здесь Ксюша загадала второе желание. И совсем не важно, как закончился этот вечер. Главное, что они смеялись и любили. Команда КВН Огни Большого Города. Мира, Москва. Спасибо. Говорят, добрая песня лечит. И когда человеку плохо, он идёт в караоке-бар. А я сяду в хабриолет. Можно ещё раз, пожалуйста? Девушка, мы закрываемся. 68-й трек. Почему так путаются мысли? Потому что мохито пивом не запивают. Почему так часто меркнет свет? Потому что выключаю, намекаю, что домой пора. Я к тебе пришла из прошлой жизни. А что тут задержала? Чесала бы. В этой мне с тобою жизни нет. А я... Так, стоп! А ну, выключай давай. Вы зачем мне выключили песню? Нет, ну тупая. Чтобы ты сейчас домой пошла. Вы тут до последнего клиента. Кто последний, тот решаю я. А я... Чё ты? А ну, не ной! На ума! Не поняла. Я достала его с другой. Ну-ка, Гриша, неси вина. Я ведь тоже разведена. Оля! Амалия! Чё там амалия у тебя случилась? Мы вообще встречались с ним за школой. Да понятно. Он уже тогда мне изменял. Ах, пара! И в больнице, и на стадионе. Ого! Да, он своих привычек не менял. Ага. Изменил мне с лучшей подругой. Вот колбаску бери. И не с лучшей тоже изменял. Хоть целовались? Только в перерывах. Ну, между тем, как он мне... Изменял? Бинго! Ну, ничего, ничего. Скоро будет хаос на планете, И мы все мучительно умрём. Вы зачем мне это говорите? Что бы ты ни думала о нём? Изменял! От изменам людям очень больно. Плачет дети, рушится семья. Как же можно быть такой скотиной? Вам часто изменяли? Мне ни разу. Изменяла я. Изменял! Ты послушай опытную бабу. Не прощай его, если придёт. Если раз мужчина оступился, То свинья второй раз грязь найдёт. Поняла? Поняла. Ни любви, ни тостей, ни жалов. Не прощу. Никогда не прощу. Никогда не прощу. Амалия, прости меня за всё. Сиди камнем. Не оборачивайся, сиди камнем. Он с цветами? Нет. Серёженька! Амалия! Ой, в каждой русской женщине загадка, Что ни раз гадаешь никогда. Что же движет нами, непонятно. То ли тупость, то ли доброта. Зай! Зай, у тебя тут помада чья-то. Да женщина в автобусе притёрлась. Ну надо ж аккуратней, Зай. Не, ну тут явно тупость же, да. А мы сядем в кабриолет. И поедем по городам. Там расскажем, мы любим всех. Если любишь, просим всегда. И спасает лишь доброта. Там что ли не видно, что я на сцену вышел, а? Алло! Можно потише стучать? Кстати, до сих пор не видел надпись. 8 марта, ещё раз про любовь. 8 марта вижу. Где ещё раз про любовь? Так, ну что, до концерта у нас ещё 6 часов. Так, все готовы? Лёша? Да, да. Так, хорошо, операторы готовы? Ну давайте, наверное, будем уже начинать. Давайте первый номер пошёл. Спасибо, спасибо. Значит, это у нас демо. Демо, правильно. Ребята, я слушал ваш альбом. Правильно, демо. Кстати, где эта ваша солистка? Она вечером будет, она сейчас спит. Так, ну смотрите, чтобы к вечеру было полное демо. Так, и ещё у меня один к вам вопрос. Что это у вас за движение вот этого? А, это мы-то гитары обозначаем. Мне кажется, это вы так своё отношение к зрителям обозначаете. Значит, как только отпели, уходим в правую кулису. Не перепутайте, да? Давайте в правую кулису. Начало в 6. Чуть что мы тогда в правую кулису? Да, ну мы пошли. Лёша. Да, да. Значит, мы договорились. Как только демо отпевает, уходит в кулису, мы поднимаем занавес, даём начальные фанфары. Да, услышим. Так, хорошо. И пошёл конферансье. Быстрее. Ну? Ну? Что? Что? Текст давай. Какой текст в 10 часов утра, кто мне его написал? О, Господи, ну обозначь. Дорогие женщины. И сегодня для вас выступает... Тодес. Шоу-балет Тодес. Так, хорошо. Тодес вижу. Ребята, а где ваша подтанцовка? О, Господи. Спасибо, Лёша. Да. Значит, после фонограммы демо запускаем голограмму Тодеса. Да, Попа. Отлично. И внимание всем исполнителям. Внимание всем. Будьте осторожны. Во время концерта третий микрофон будет работать. Я пришёл. Ну, вижу, что пришёл. Вы кто? Я человек-оркестр. И что? Как что? 11 лет в Днешенке по классу Бубер. Ну, правда, на экзамене сыграл на три. Ударил не вовремя. Но вы не думайте, я бубни с третьим поколением Еще мой дед, когда в руки бубен брал, вся деревня собиралась и в лес Но дед все тропинки в лесу знал, поэтому музыка все-таки находила своего благодарного слушателя Так что играю и пою все Так, это все, конечно, очень интересно, я вижу, вы у нас народник, да? Ну, давайте тогда пойте «Ой, то не вечер, то не вечер» Ой, то не вечер, то не вечер Только пойте ля мажор А что, «Ой, то не вечер, то не вечер» не петь уже? Послушайте, а вы вообще знаете ноты? Что-то я не знаю такой песни ноты Я вас спрашиваю, вообще знаете, сколько нот? Чудак, человек, сколько нот? Да их тысячи! У меня в сарай только полтора миллиона в сборниках валяется Слушайте, давайте я уже петь начну «Десантная праздничная» Расплескалась синеба, расплескалась По сильняшкам разлилась, по погонам Да, я её, кстати, на день десантника в парке пел Правда, у меня бутны тогда не было, мне бутылки передавали Ну ладно, не нравится, давайте другую популярную «Unbreak my heart» пойдёт? Как? Ну не рви мне сердце и нервы Мне же всё равно Поехали Стоп! А где у вас тут подключиться можно? Не надо! Акустический концерт Люблю! Андрей Кмакача Колосочек Полюшка Поля Куполинка Я не люблю драку, но драку любят мне Айслам Шэдди, please stand up Please stand up Гимн Монголии Новый гимн Монголии А! Unbreak my heart, house version Вступление Блин, длинное вступление у этой песни Unbreak my heart, say me love me again Я тут, конечно, слажал в конце У меня просто ноты кофем залиты Я сам подбирал, поэтому не похоже немного Очень хорошо Лёша Да Ты его запомнил? Да Чтоб я не видел его здесь больше никогда Придурков каких-то недоразвитых пускают Так, и значит, а где Краснов? Борис Значит, давай так с тобой договоримся Вот эту всю ботву мы убираем И ты делаешь, ну, что-нибудь в своём стиле, да? У тебя лобзик с собой А мама, можно начинать? Да начинайте Здравствуй, моя любименькая А чики-буки Ну что, нормально, нормально Ну, во время концерта вечером у вас же будет фонограмма? Конечно Это же В смысле? Здравствуй, моя любименькая А чики-бики Ну вот Хоть у кого-то всё готово Спасибо Так, всё, давайте финал Так, вы кто? Мы, КВНчики Какие ещё КВНчики? Только вас мне не хватало Я же говорил, что нас не хватало Так, ладно Давайте обозначьте какие-нибудь поздравления И всё, финал Дорогие женщины Мы могли бы обозначить любые слова Но в жизни важно не обозначать А действительно значить И поэтому поздравляем вас с Международным женским днём И желаем вам всего наилучшего Лёша, ну что, нормально записалась? Да, нормально Солнце скрылось за рекой Помахало нам рукой Солнце скрылось за голмы Зато остались мы Чицы поют мандарины в палатках Песни простые писать очень просто А в Беларуси всегда всё в порядке Вы ждёте шутку, а мы серьёзно Дядям будут радоваться тёти Люди громче хлопайте в ладоши На пороге матушки весны Всё вместе Скоро Новый год, а значит в ленте соцсетей вас будут бесить вот такие кадры Ты не улыбаешься В смысле я не улыбаюсь? У тебя только рот улыбается Глаза не улыбаются Нос грустный Уши унылые Зубы злые Да сколько можно-то? Тысячу фотографий уже сделали Не хочу портить вашу идиллию Но вы детей продлевать будете? Конечно будем, нам ещё стоя фотографироваться Да сколько можно-то, а? Стоя, сидя, лёжа, в припрыжку Ты меня на ладошке держал, а я тебя на ладошке держал, чуть руку не сломал Да вы за всю нашу семейную жизнь столько пост не меняли Зачем нам это? Потому что мы счастливая, дружная семья Да мне этот камин уже спину прожёг Не надо это фотографировать Всё, 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 я больше не могу, блин Всё, больше никаких фотосессий Вообще-то, через девять месяцев у нас должна быть ещё одна фотосессия Что? Ты мне эту хрень ещё на днюху подарить хочешь? Никогда! Ну что? Дружочки-пирожочки Представьте Девушка привела родителей знакомиться с парнем, который работает в тату-салоне В общем, когда доделаю, две недели мазать мазью, а потом всю жизнь жалеть Ну вот Мам, пап, знакомьтесь Наталья Серёга Очень приятно Что дальше? Ну, вот это вот, короче, я А вот это вот мой он И будет жить с нами, короче Отец Чё молчишь? Скажи что-нибудь А можно я тоже кого-нибудь приведу? Ладно, сама спрошу Молодой человек Молодой человек Молодой человек Простите, а у тигра может быть антенна? Нет Блин Дочь, он псих Мам, он нормальный О, наша песня Открывай скорее окно Сейчас прибег, прибег Ну блин Да чё ты взъелась-то? Слушай, а ты можешь мне на кадыке лифт набить? Чтобы я когда с мужиками в гараже пиво глотал, он то вверх, то вниз ездил Браво! Супер! Даже мне крышу снесло Пока! Команда, которая выйдет сейчас В прошлом году довольствовалась Кевин Чё ты довольствовалась? В прошлом году команда была удостоена Приза президента клуба веселых и находчивых Ребята остаются верными своему стилю На сцене команда КВН ЧП Минск Живёт в белорусском полесье Кудесница леса Олеся Часть вторая Юмористическая Господи, ну вот я и в родной деревушке, а! Красота-то какая! Олеся Живёт в белорусском полесье Кудесница леса Олеся А я Галя А где Олеся? Возьи! Возьи! Олеся? Да, я повзрослела и возмужала Олеся, дочка! Мама! Вся в мать! Мамочка, я подумала и решила Я за пана не пойду Я за Василя пойду Сдался тебе этот Василь? Чем он лучше пана? Я не могу этого сказать Если сейчас уйдёшь, домой можешь не возвращаться Мама! 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 Милая мама! Милая мама! Не ори на мать! Дочка, ты куда? Олеся! Олеся, Олесенька! Олеся! Олесенька! Слышь, ты это что, Олесю зовёшь? Ну, конечно, Олесю! Олеся! Так, так, чтобы я тебя здесь больше не видел, понял? А что такое? Я её новый хахаль Мне-то что, я её отец? Олеся, я давно хотел тебе сказать Меня забирают в рекруту Надолго? Вообще-то на 25 лет Но так как у меня есть высшее образование, то на 23 Всего 23 года, Василь Олеся, Олеся, а пойдём на речку? Сейчас я только удочки возьму Какие удочки? Праздник Ивана Купала! Венки неси! Кто? Да никто! Я тебе говорю, праздник Ивана Купала! Все танцуют! Даже батька твой и тот танцует! Да как же он может танцевать, когда ему оглобля на ногу упала? А вот так хромой танцуй! Пошли посмотрим! Сегодня праздник у девчат Привет, пап! Как нога? Сегодня будут танцы И щёки девушек горят С утра горят румянцем А парни важности полны Прививчивы и ужасно И остаются вдоль стены Пришедшие напрасно Ах ты старый капель Что ты здесь торчишь? Пан, привет! Кто из вас мать? Разговор есть! Дочь мне твоя нужна, Олеська В смысле? Я жениться на ней буду И правильно! Талантливая она у нас! А рисует-то как! Ну так, срочно показывайте мне её рисунки! А вот теперь точно женюсь! Адам! Пойдём догадься! Василь! Василь! Меня замуж отдают За пана! Я не ревнивую Но хату спалю Обиделся? Да А куда ты денешься? Некрасивая я Не стройна, не умна Мои ноги растут Не с ушей, а из плёдер Мне на это начкать Моё счастье, что я Одно детство в деревне Одно детство в деревне Олеся! Ну и что же нам теперь делать-то? Слушай, Василь, а давай мы против этого пана Революцию строим, а? Я сильная, я смогу! Смотри! Ющенко! Олеся, мы белорусы не такие Давай лучше этого пана Затушим, повесим, отравим А нет! Лучше я ему в кровать гадюку подброшу Я не лягу в кровать с первым встреч Вот как ты заговорила Интересно, какой я у тебя Василь, ты у меня десятый юбилейный Василь, неужели ты не понимаешь? Ведь я же люблю тебя! Олеся! Олеся! О! Я птица-говорот Отвечаюсь умом и сообразительностью Отдай мне Олеську, Василь Я тебе заплачу Вот ты сколько в год получаешь? Двенадцать рублей А я дам тебе миллион Глупец! А сколько это? Не хочешь по-хорошему мне Олеську отдавать? Тогда поступим как в старину Разойдёмся с тобой в разные стороны И будем Олеську по очереди звать А кому она первому прибежит, того и будет Что? Что? Так тому и быть Олесь, Олесь, иди сюда Олесь, Олесьенька, давай Олесь, иди сюда Олесь, 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 Олесь Перестаньте, что же вы наделали? Что же вы наделали? Я из ваших, кыс-кыс-кыс Весь огород вытоптала Так, Олесь Олесь, хватит над хлопцами издеваться Скажи им правду, или я это сделаю Сказать правду? Я пацан Да нет То, что Василя любишь Олесь, иди сюда Делаешь и наконец свой выбор Над нами вся деревня уже смеётся Мамочка, папочка, ну неужели вы так и не поняли Что я, конечно же, выбираю Пана Согласитесь, дорогие друзья По всем законам жанра Олеся должна была выбрать Бедного Василя Но давайте не будем лгать себе Ведь очень часто в нашей жизни Получается так, что мы Любим одних А живём почему-то С другими Подождите, подождите, подождите Я не поэтому Я просто пану Слово дала А пацаны своё слово Держат Представь себе Погаснет в этом зале свет И разойдётся по домам Счастливый зритель И завтра мы разъедемся в родные города Но это будет только завтра А пока Без пакетов Мимо на газоне сидят Будем громко петь Соседи нам не жаль Нам сегодня можно Только раз Бывает юрмальский десятый Юнилейный фестиваль Мужа застукали с любовницей Но он оказался решалой из девяностых Да, согласен Там с моей стороны косячок был, да? Ну и ты тоже, да? Некультурно себя повела, да? Без звонка зашла Но слышишь? Слышишь? Глобально Я не прав Не-не-не, слышишь, слышишь Слышишь Глобально Я не прав Отскочим, побормочим Значит, смотри Схема такая Мы тихо, мирно разбегаемся Слышь, ты чё? Терпилу во мне нашёл, а? Какая женщина Анаконда Ну, здравствуйте, друзья Все мы с вами знаем, что Юрмала Это замечательный курорт Где в каждом ресторане Есть отличная живая музыка Женщина, я вам повторяю Нам не нужна певица В каждом ресторане должна быть певица У нас столовая быстрого питания Так у меня и песни короткие Как говорится, фастфуд, фастсонг Чего? Быстрая еда, быстрая песня Это английский, мы в Европе Так, послушайте Да у меня репертуар от Мадонны До Петлюры обратно Вот, послушайте Мама, ради бога Положи на место нож Я же... Стоп! Какая мама? Какой нож? Ну, моя мама наш нож У нас конфликт, я по этому работу ищу Женщина, вы вообще в кафе работали? Конечно Ах, какой был мужчина Товарищи, не сидим, поминаем У вас все? Нет Хоп, хей, ла-ла-лей Все, мой мальчик, ты еврей Все, я вызываю полицию Стойте Пенюар-бордпроводницы Повидал немало на своем веку Так, женщина, послушайте Кто вам вообще сказал, что вы певица? Господи, как я не люблю хвастаться Вам что-нибудь проект «Голос» говорит? Еще скажите, что вы в шоу «Голос» участвовали Участвовала? Да ко мне сама Пелагея повернулась и сказала Милая моя, с вашими данными только в фастфуде работать А это, между прочим, мнение профессионала Да че вы ломаетесь, я недорого стою, тысяч пять А Игорь вообще за три будет работать Какой Игорь? Знакомьтесь, мой аккомпаниатор Игорь Паулс Я так понимаю, Паулс это псевдоним Паулс это композитор, деревня Хорошо, ну и что ваш Игорь умеет? Слышь ты, это не твое собачье... А, вы про работу? Игорь, надо сыграть Ван, ту, фри, поехали! Он же не умеет играть Я не говорю, что он прям завтра начнет Ну перспектива же есть Так все, я за охраной иду Стойте! Не хотите брать меня певицей? Я буду рекламным лицом вашего фастфуда Нам не нужно рекламное лицо А это не предложение, это шантаж Граждане, знаете, где я питаюсь? Стойте! Хорошо, мы берем вас на работу Только не кричите Отлично, значит, в счет аванса Будьте любезны, ведро Ведро крылышек, 20 гамбуреров И 5 литров сока, это важно Игорь, ты что будешь? Так а ну пошли вон отсюда! Продолжение следует...